Две опасные находки с разницей в один день. Утром 25 июля в районе 9 опоры первого путепровода Николаевского моста специалистами компании «Сибиряк» при проведении земельных работ был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В тот же день опасную находку сотрудники группы разминирования увезли и обезвредили. А сегодня работы по строительству долгожданной для города развязки вновь встали. На этот раз из-за обнаруженного в земле баллона с хлором. Тему продолжит Александр Катенев. Сегодня днем во время строительства развязки, которая должна соединить улицу Волочаевскую с 4-м мостом, была обнаружена емкость с хлором объемом 7-10 литров. По предварительным данным, ковшом бульдозера вентиль баллона был перебит, из-за чего удушливый газ стал выходить наружу. Устранять последствия происшествия на место приехали блюстители порядка, врачи скорой помощи и спасатели МЧС. Прибыв на место происшествия, съемочная группа 8-го канала смогла наблюдать. Несколько автомобилей скорой помощи, газели МЧС России, пожарный расчет и отцепление из сотрудников полиции. Территория справа от строящейся развязки была обнесена красной сигнальной лентой, за которой спасатели в защитных костюмах оранжевого и зеленого цвета одевали кислородные маски. Затем два экипированных с ног до головы человека сели в автомобиль пожарной охраны и поехали в сторону карьера, где был и найден баллон с хлором. Добравшись до эпицентра разгерметизации, спасатели приступили к орошению водой территории вокруг очага распыления химического газа. Судя по всему, для того, чтобы снизить концентрацию отравляющего вещества в воздухе. После того, как вода в Брандсбойте закончилась, автомобиль отправился на дозаправку. Мы же в это время пытались получить хоть какой-то комментарий о произошедшем здесь от сотрудников служб спасения. Однако все люди в форме общаться на камеру не горели желанием. Кто-то на бульдозе ехал? Строитель? Я не знаю, я не в курсе ситуации. Вы приехали, замерили нашу работу сделанную. Через предслужбу, пожалуйста. А скажите, насколько вообще опасно? Нет, ничего, я говорить вам не буду. Но в итоге все-таки один из строителей решился с нами побеседовать. Он-то и рассказал, что его коллегу, который обнаружил емкость с хлоркой, уже увезли на карете скорой помощи в больницу. Говорят, есть пострадавший какой-то, который надышался, нет? Ну, причем пострадавший. Ну, попало, да, был вздох, видать, попало какая-то часть воздуха. Ну, нормально вроде себя чувствует в больнице сейчас. А он в больнице, у скорой? Ну, скорую везла, да. Ну, то есть, маналасировка зачала какие-то меры необходимые. А через сколько приехали там спасатели, МЧС, полиция? Все оперативно, все быстро. Позвонили в МЧС, приехала сразу же полиция, следом приехали и МЧС, и все спасатели, и скорые, и все-все-все. По словам мужчины, дело было так. Бульдозерист во время работы почувствовал удушливый химический запах. Покинул технику, сообщил о случившемся руководству. После чего на объект были вызваны спасательные службы. И чтобы узнать официальную версию произошедшего, мы связались с главным управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. Действительно подтвердилось, что это гор, положительно, что это баллон. Но так как он был присыпан землей, установить его емкость было не представлялось возможно. После этого сотрудники государственного пожарной службы это место раздали, обнаружили, что баллон 40-граммовый, запорная арматура была немного повреждена, поэтому происходил выход отравляющей веществ. Этот баллон был залит водой, в настоящий момент идет его дегазация. По словам Валерия Короткова, емкость с газом в земле осталась предположительно после съехавшего отсюда домовитого хозяина. А пострадавший бульдозерист был отправлен в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящее время его состояние стабильное, а жителям близлежащих домов ничего не угрожает. Александр Катенев, Алексей Тресцов, 8 канал.